МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Яна Цараева. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Жара не стихийное бедствие. Артём Сдунов поручил устранить проблемы с водоснабжением во всех районах. И грянул гром. После долгого зновы в Мордовию пришли грозы и ураган. 176 тысяч привитых. Вакцинация Мордовия продолжается. На стыке науки и искусства в музее Миниерзи обсудили проблемы архитектуры 21 века. Вечером 28 июня временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Сдунов разбирался с вопросами водоснабжения жителей республики. Как выяснилось по информации, предоставленной Центром управления регионом с наступлением аномально жаркой погоды, проблемы водоснабжения коснулись многих. Отсутствие воды как в частных, так и в многоэтажных домах – проблема, с которой столкнули жители практически всех районов республики в минувшие выходные. Однако реакция на обращение граждан от руководства муниципалитетов и подразделений ЖКХ не просто запаздывала. Чаще всего отсутствовало вовсе. Внимательно посмотрели отчет по ЦУРу. Очень много замечаний. Самое опасное, что вы не обращаете на обратную связь с гражданами. Это самое опасное. Люди ищут вас, ищут ваших заместителей, главных муниципальных образований. Найти не могут, а воды нет. Понятно, что жара, жара, конечно, огромная. Но это же не стихийные бестия, жара. Не первый раз сталкиваться на российском. Какая-то проблема с техникой, с оборудованием. В чем проблема? Временно исполняющий обязанности главы республики призвал ответственных немедленно разобраться в причинах и заняться устранением проблемы, не дожидаясь, когда этими вопросами начнут заниматься органы прокуратуры. Так жители многоэтажек в селе Берсеневка Лямберского района на несколько дней оставались без воды. Люди просили о помощи, однако никто из руководства. В том числе глава района Юрий Голов на эти вопросы не отреагировал. Телефоны все должны работать. Ваш личный телефон, заместительный. Значит, вот, Александр Александрович, главных муниципальных образований некоторых после шести найти не могут. Некоторые вопросы сразу, конечно, не решатся. Но кто отвечает-то? Пусть он приедет к людям, поговорит. Глава точно должен приехать, если в Цюрье информация появится. Исполняющим обязанности председателя правительства Мордовия Владимиру Сидорову Артем Сдунов поручил создать и возглавить правительственную комиссию по контролю за бесперебойным и качественным водоснабжением жителей республики. Создавайте правительственную комиссию по объектовке по району закрепленного и что нужно. Я вчера поручение дал по резервному фонду об увеличении средств. Поэтому используйте средства. Ну и, конечно же, это поможет вам подготовиться к зимнему сезону, чтобы таких замерзали не было. Давайте каждый день информацию мне вечером докладывать. Сколько у вас объектов, они должны очень быстро уменьшаться. За Цюром я прошу, кто отвечает за список, следить, чтобы все информации, которая поступала мне, кто там недорабатывает, чтобы я знал. Ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед работниками организации бюджетного и внебюджетного сектора экономики обсуждалась на совещании у временно исполняющего обязанности главы Мордовии. В совещании участвовали члены правительства и руководство Государственной инспекции труда в Республике Мордовия. Работа финансово-экономического блока администрации Саранска подверглась критике временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артему Сдунова. На совещании речь шла о накопленной задолженности по заработной плате перед работниками муниципальных предприятий и учреждений, а также отдельно хозяйствующих субъектов. Обсуждались причины возникновения долгов по зарплате и меры по их погашениям. Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, Артем Сдунов принял решение выделить из резервов республиканской казны дополнительные средства городскому бюджету в размере 38 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и 52 миллиона рублей на обеспечение столицы Мордовии освещением. Не доводите дело до кризисной ситуации, когда люди оказываются без зарплат, а город без света. Жители Саранска не виноваты, что вы не можете выстроить системную работу, а потом приходится решать проблемы в авральном режиме, сказал Артем Сдунов городским чиновникам. И дал поручение усилить контрольно-надзорную деятельность в этой сфере. 29 июня в Доме республики под председательством временно исполняющей обязанности главы Мордовии Артема Сдунова состоял заседание антитеррористической комиссии Республики Мордовия. Обсуждались дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защиты образовательных учреждений. По информации Министерства образования Республики Мордовия, в настоящее время организована дополнительная проверка состояния антитеррористической защиты объектов. Ее прошли 265 образовательных организаций, в том числе 81 детский сад, 164 школы, 20 организаций дополнительного образования и 12 организаций профессионального образования. Это 39% от общего числа объектов. Проведены классные часы с обучающимися и общешкольные родительские собрания, инструктажи с персоналом, ответственным за эвакуацию в случае возникновения угроз террористического характера. Эта работа продолжится и дальше. За два месяца, которые остались до начала учебного года, проверки на степень антитеррористической защищенности должны быть проведены во всех образовательных организациях республики. 29 июня временно исполняющий обязанности главы республики Мордовия Артем Сдунов провел рабочую встречу с председателем Совета ветеранов республики Мордовия Иваном Цыганком. Обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи и увековечивания памяти о героях войны и труда. В том числе речь шла о подготовке к 80-летию сурского рубежа. Напомним, строительство этого оборонительного сооружения было начато в декабре 1941 года и завершено в декабре 1942 года. На данный момент Совет ветеранов республики Мордовия проводит большую работу по подготовке к памятной дате. Готовятся школьные открытые уроки, снят документальный фильм о строителях рубежа, запланирован ряд фестивалей. В декабре на месте строительства будет проведен митинг-реквием в память о героических тружниках тыла. Напомним, в апреле текущего года время исполняющей обязанности главы республики Мордовия Артем Сдунов провел в Москве рабочую встречу с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским, на которой обсуждался вопрос возведения мемориала в память о строителях сурского рубежа. Планируется построить его на возвышенности рядом с селом Николаевка Большеберезняковского района, где находился непосредственный участок оборонительных сооружений. Открытие мемориала приурочат к 80-летию завершения строительства рубежа. Атмосферный монстр добрался и до Мордовии. 28 июня на республику обрушился мощный удар стихии, а ведь два последних июньских дня тоже обещают быть непогожими. Какой ущерб причинил стихия Саранску и как устраняли ее последствия, расскажут Валерия Никитина и Сергей Соколов. После двухнедельной жары на Мордовию обрушился настоящий ураган. Вечером 28 июня начался ливень и шквалистый ветер. Последствия – оборванные провода и поломанные деревья. Порывистый ветер нагнал грозовые тучи за считанные секунды. Гром и молнии сопровождались дождем, а сильный ветер начал гнуть и ломать деревья. Кто-то успел укрыться от дождя, других стихия застала врасплох. Застало немножко, промокли, ели домой только добежали, успели. Так что раздевались, получается, промузли двери, все вещи сняли с себя, все грязные, все мокрые. Неожиданно. Мы как раз гуляли, и вдруг почернело небо, зашли домой, не успели подняться на лифте, уже все. Началось свет представления, скорее в окно смотреть, что происходит. Не испугался ребенок? Нет, не испугался. Было интересно, то, что дождь, в окно, все это льется, деревья гнутся, мы на седьмом этаже живем. Ну вот, нам было интересно. Оба старшие и младшие смотрели в окно. Длился природный катаклизм не так уж и долго, а вот последствия после себя оставил серьезные. Сотрудники коммунальных служб принять вызов стихии были готовы и заранее сформировали дежурные бригады. Большой уборки приступили прямо с вечера. Только с двух часов ночи 29 июня в единую диспетчерскую службу около 50 человек сообщили о поваленных деревьях. 16 – об обрывах и повреждении проводов. В рабочем поселке Луховка кровли трех частных домов оказались повреждены. В социальных сетях люди делились фотографиями. Поломанные от сильного ветра деревья и ветки упали на несколько автомобилей. И по состоянию на утро 29 июня фронт работ оставался внушительным. Стихия ударила по каждому району города. Падающие деревья оборвали провода, перегородили тротуары и проезжую часть. Во дворах поломанные ветки. И это все нужно было убрать. Впоследствии урагана мы начали убирать сегодня с 8 часов, даже чуть пораньше. Вообще-то рабочий день с 8 начинается. Ну, так как вот такая вот ситуация. Раньше пришли, вот уже отправили один трактор, он ушел. Готовим сейчас на другой трактор. Вот сейчас Гожовская, потом по Косаревой работали. Там тоже много повалило деревьев. Косарев вроде бы сейчас более-менее очистили. Сейчас тут Гожовскую начинаем очищать. Вот сзади садик здесь тоже много поломало. Вот помогаем садику расчищать, чтобы люди как-то ходили, детей водили. В одном только Саранске всю ночь работали около 70 человек. Было выведено 20 единиц техники. Сотрудники муниципальных предприятий и управляющих компаний убирались на улицах, в парках и во дворах. Восстанавливали поврежденное уличное освещение. Помощь в ликвидации последствий урагана оказали и сотрудники МЧС. Работы было много не только в столице Мордовии, но и во всех районах. Специалисты распиливают и убирают повальные деревья, оказывают помощь в очистке придомовых территорий. Повреждено электроснабжение в Старошаговском районе. Без электричества на данный момент находятся 25 домов. В Краснослободском районе 10 домов. В Розаевском и Ромодановском районе в шести населенных пунктах повреждено электроснабжение. В Дубенском и Инсасском в двух населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы. Дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду синоптики обещают в ближайшие дни. На 29 июня в Мордовии также объявлено оперативное предупреждение. Возможен даже град. Последствия урагана 28 июня оказались трагическими. В юго-западном районе Саранска дерево смертельно травмировало 36-летнюю женщину. Следственный комитет Мордовии ведет проверку. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. 101 поврежденная крыша. Таков итог разгула стихии в Дубенском районе. Муниципалитет принял на себя самый мощный удар стихии. Подробности далее. Ураганный ливень с грозой 28 июня не прошел бесследно для республики. По информации Главного управления МЧС по республике Мордовия, стихии повреждено 107 жилых домов, в том числе 96 частных и 11 многоквартирных. Больше всего пострадали жители Дубенского района. В селах Повадимова, Дубенке, Ордатова 101 жилой дом получил серьезные повреждения. На многих сорваны крыши. Жилье требует срочного восстановления. По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова сегодня создана правительственная комиссия по ликвидации последствий урагана и помощи пострадавшим. Члены комиссии, в составе которой представители администрации главы республики Мордовии, правительство республики Мордовия, кабинеты министров и регионального МЧС, выехали в Дубенский район, чтобы на месте оценить ущерб, причиненный каждому хозяйству. Артем Сдунов принял решение оказать адресную финансовую помощь пострадавшим. Для этого будут задействованы средства резервного фонда главы Мордовии и резервного фонда правительства республики Мордовия. Также руководитель Мордовия поручит направить в пострадавшие населенные пункты для проведения ремонтно-восстановительных работ строительные бригады. Прошедший ливень дал всем нам небольшую передышку от жары, но совсем скоро в Мордовию вернется зной. Как реагирует на такую погоду обитатели Саранского зоопарка, решили выяснить Анастаси Целегины Станиславсин. Изнуряющая жара, которая вот уже в течение нескольких недель установилась в Мордовии, сказывается на самочувствии многих жителей региона. Любители активного отдыха все чаще стараются выбираться на природу поближе к водоемам. Ну а домоседы давно закупились вентиляторами и прячутся от зноя в помещениях. Но как с аномально палящим солнцем справляются животные в зоопарках? Узнаем сейчас у киперов учреждения. Обливание водой, стрижки на лето, обильное питье и купание в прохладном бассейне. Это не список процедур на курорте, а перечень мер, необходимых для спасения животных в городском зоопарке от жары. Пойдем, я тебе хлеб дам, Миш. Ну какой ты молодец. Будешь еще? Еще, еще, вот на. Мы всегда готовы нашим животным помочь. Это, так сказать, преодолеть жару. То есть это постоянное обновление воды от двух до трех раз в день. То есть мы меняем воду копытным, хищным. Мы пополняем бассейны, резервуары воды и у птиц, и у хищных, и у копытных, чтобы они себя чувствовали гораздо комфортнее. Все это применимо и к домашним животным. Свежая вода, стрижка, купание и тень помогут им справиться с аномальной жарой. Сейчас обитатели городского зоопарка чувствуют себя хорошо. С удовольствием позируют для фото и даже общаются с посетителями на своем языке. Здравствуйте. Скажите, как вам зоопарк? Нам понравился, очень красиво. Домашних животных нет у вас? У вас только черепаха. Черепаха. Как ухаживаете за черепахой? Хорошо. Не унывают. Не унывают? В воде плавают? Да. Кто больше всего понравился? Мы пока еще только пришли, мы из Забайкалья приезжаем. И поэтому каждый раз, как приезжаем в Саранск, ходим в зоопарк обязательно. Понятно. А домашних животных держите? Да, держим, конечно. У нас свиньи, из кошки, собаки. Как за ними ухаживаете в условиях такой жары? Как обычно, домашние животные. Но они у нас там и по воле ходят, в принципе, не в клетках сидят. Ну, у нас в Забайкаль такой жары нет. У нас 28 градусов. В общем-то, греетесь в Мордовии немножко, да? Мы приезжаем в Грецию сюда к вам. Саранский зоопарк, хоть и невелик, но интересных и даже экзотических животных и птиц здесь много. Одни приехали в столицу Мордовии из других регионов и даже стран, другие успели родиться прямо тут. Пополнение в зверинце случается регулярно, и это лучшее доказательство. Животным здесь комфортно и спокойно. В этом году, например, родились сразу несколько видов четвероногих. Маленьких муфлонов, гуанака, детенышей из северных оленей и енотов-полускунов уже можно увидеть в вольерах. Анастасия Цлигина, Станислав Семин. Народные новости. Вакцинация – самый надежный способ защититься от коронавирусной инфекции. Привиться можно не только во всех медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах. И оба этих способа востребованы жителями Мордовии. Не снижать темпы иммунизации позволит прибывший в республику очередной транш вакцины. Иммунизация в разгаре. Прививаются все и молодежь, и старшее поколение. Каждая партия вакцины первым делом поступает на станцию переливания крови. 27 июня пришел очередной транш. Более 12 тысяч доз. Оттуда ее везут в медицинские учреждения. Вакцин существует три. Гам-ковид-вак, эпивак-корона и кови-вак. Однако первому способу защиты предпочтения дают больше. Эта вакцина наиболее популярна с одной стороны, с другой. С другой стороны мы видим эффект. И видим, что после этой вакцины небольшое количество реакций, нет осложнений. И мы видим небольшое количество случаев заболеваний после реализации этой вакцины. То есть то, о чем говорили производители, то, о чем прописано в инструкции по применению. Все действительно так оно и есть. Это мы можем уже из опыта говорить. Сформировать иммунитет важно вовремя. До серьезного роста заболеваемости простудными заболеваниями. А также до начала прививочной кампании против гриппа. Однако важно выбрать и такой момент, который подойдет каждому конкретному человеку. Противопоказание любое острое заболевание. Любое острое заболевание, как инфекционного, так и неинфекционного профиля, является противопоказанием. Является противопоказанием возраста до 18 лет. Ну, для кови-вак старше 60 пока. До 25 июня являлась противопоказанием беременность. Но 25 июня производители внесли изменения в инструкцию по применению препарата. И беременность из противопоказания убрана. И мы на сегодняшний день можем прививать беременных женщин при их желании и при, так скажем, отсутствии других противопоказаний. Наличие антител и заболевания ковидом в анамнезе не гарантия безопасности. Прививка – способ более надежный. Подходящую вакцину подберет врач. Для этого понадобится осмотр и беседа. На сегодняшний день в Мордовии вакцинированы порядка 176 тысяч человек. Полную иммунизацию населения планируют завершить к сентябрю. Валерия Новикова, Станислав Семин. Народные новости. В современном мире одну из основных ролей играет цифровизация и ее темпы. Она затрагивает практически все аспекты жизни современного человека. Без социальных сетей представить ее тоже сложно. Поэтому в мессенджере Телеграм появился канал для IT и про IT. Ресурс привлекает к изначально весьма специфичной отрасли внимания большого числа людей. Телеграм-канал «Вечеринец и фрезвон» аккумулирует в себе информацию от всех IT-компаний нашей республики. Все, кто присутствует у нас в регионном рынке, информация от всех и обо всем там есть и будет. И это самый главный плюс. Это удобство в том, что информация сохранена в одном месте, подается в удобном и интересном формате, который легко воспринимать и также легко его искать. Содержательность и форма – основные аргументы в пользу канала. Публикаций разного рода здесь уже много. Новости технологий, расследования и не только. Число подписчиков канала растет. В их числе и исполняющий обязанности министра информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вальфсон. В своем комментарии он отметил, что информирование граждан о возможностях современных IT-технологий, услугах и сервисах – одна из важнейших задач цифровой трансформации нашего общества. Сейчас век цифровой, и, соответственно, и раньше IT-компаний было много, и сейчас их количество только растет. Получается, появляются какие-то новые компании, проводятся какие-то семинары, постоянно события случаются, допустим, олимпиады, конкурсы. Сфера активно развивается. Канал объединил в себе представителей многих IT-компаний, любителей и профессионалов-одиночек. Информация интересна и доступна всем, включая новичков и даже тех, кто пока не в теме. Артем Коваров, Сергей Соколов. Народные новости. В надежде на поддержку в редакцию Народных новостей обратилась жительница села Шигоня. Она несколько лет занимается сельским хозяйством. Желание развиваться есть, но нет финансовой возможности. Женщина несколько раз подавала заявку на получение социального контракта, но все безуспешно. В ситуации разбирались Ольга Данилова и Влад Замирнатькин. Мой сладенький, ну. Да, да, да. Ох ты мой сладкий мальчишка. Ты тоже кузяшка? Не кузяшки, одни кузи. От семейного бизнеса в Саранске до фермы в Глубинке. 16 лет назад Татьяна Митюшина купила домик в селе и в 2014 году окончательно попрощалась с городской суетой. Со временем завела небольшое хозяйство, которое разрослось до полусотни голов. Сейчас рабочий день Татьяны Митюшиной начинается в 3 утра. С козами и поросятами она управляется в одиночку, на трудности не сетует и мечтает расширить хозяйство. Я бы приобрела кур, я бы приобрела гранулятор, чтобы не было потери. Вот в кормах я бы приобрела теплицу, чтобы хотя бы, по крайней мере, молодняк держать иногда в теплице, потому что нужно это тепло. Все планы можно было бы воплотить, но прибыль от хозяйства пока небольшая, практически все уходит на корм животным. Исполнить мечту и увеличить объемы производства могли бы помочь меры господдержки. В прошлом году женщина обратилась за помощью в Министерство сельского хозяйства. Там ее направили в социальную защиту, подавать заявку на социальный контракт. Среди требований для его получения земля в собственности или аренде и доход ниже прожиточного минимума. На полученные средства можно купить только корм и животных. Заявку Татьяна Митюшина подала, но на этом все и закончилось. В заключении соцконтракта мне и не отказали, но и ничего, как сказать, не выделили. Я хотела дальше продолжать заниматься сельским хозяйством, продавать молоко. Еще у меня хотела завести кур, чтобы яйцо было, чтобы была прибыль. В этом году Татьяна Митюшина повторно обратилась в отделение социальной защиты по Старошайговскому району, но и в этот раз безуспешно. По словам руководителя ведомства, дать социальный контракт или нет, решала специальная комиссия, которая дважды выезжала на осмотр. Комиссия посчитала, что ей необходимо устранить те недостатки, которые были указаны. И после устранения этих недостаток она может прийти к нам с предложениями. Этот вопрос дорабатывается. Хлеб для животных у Татьяны Митюшина есть. Правда, небольшой, но для комиссии это стало весомым аргументом в пользу отказа. Желание работать у женщины есть. Есть и потенциальные клиенты. За озорными и милыми козлятами, которые со временем превратятся в высокоудойных коз пород русская ла-манча и англо-нубийская, уже стоит очередь. Остается надеяться, что с появлением прочной и просторной хозяйственной постройки препятствия к заключению соцконтракта исчезнут. Ольга Данилова, Владимир Натькин, Народные новости, Старошайговский район. Стандарты WorldSkills теперь в глубинке. В Краснослободском аграрном техникуме с этого года начали сдавать демонстрационные экзамены. Пока только по двум компетенциям. Свои навыки на практике показывали будущие бухгалтеры и механики. К слову, с 2021 года это обязательное нововведение для всех выпускников средних специальных учебных заведений по стране. Подробности далее. Старт демонстрационных экзаменов в аграрном техникуме был дан 3 мая. Под их сдачу по стандартам WorldSkills аккредитованы две мастерские. Сам экзамен состоял из двух модулей. На выполнение каждого было по три часа у бухгалтеров и по шесть у механиков. Последним, к примеру, необходимо было показать обслуживание систем питания дизельного и бензинового двигателей. Произвести замер показателей, разобрать двигатель. Все, что нужно, чтобы выпустить технику на поле. Площадка по эксплуатации сельскохозяйственных машин через свою базу пропустила 66 человек наших выпускников, которые были распределены по два человека на один рабочий день. Работу на площадке проводил сертифицированный главный эксперт. Это преподаватель нашего техникума Курашкин Михаил Иванович. И линейными экспертами выступали представители наших работодателей. Ввести новые стандарты позволил федеральный проект «Молодые профессионалы национального проекта образования». На полученную субсидию оборудовали мастерские по пяти компетенциям. Геномная инженерия, агрономия, сети фермерства, ветеринария, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Это, в свою очередь, дополнительно расширило возможности самого учебного заведения. Также мы свою площадку представляем для проведения демонстрационного экзамена в рамках сетевого взаимодействия двум другим техникумам. Это Торбеевскому колледжу и Темниковскому сельскохозяйственному техникуму. Уже со следующего года демонстрационный экзамен будут сдавать будущие агрономы и ветеринары. А начиная с этого года, помимо стандартного диплома о среднем специальном образовании, выпускники получат и специальные WorldSkills паспорта с баллами. Документ отцифрован и благодаря ему портфолио молодого специалиста вводает в базу данных, доступ к которому имеют ведущие предприятия. Марина Василевская, Народные новости, Краснослободский район. На стыке науки и искусства 28 июня в музее Миниерзия состоялся круглый стол, посвященный проблемам архитектуры начала XXI века. Подробности узнавала Ирина Суконкина. Музей Эрзия не просто место, где можно прикоснуться к искусству. До 28 июня он превратился в дискуссионную площадку. За круглым столом современная архитектура, каменная летопись цифровой эпохи обсуждали концептуальные проблемы. Насколько она является искусством, и вообще может ли архитектура являться искусством, вот мы посмотрим на новейших примерах из отечественной и западной практики, что это такое. Участники круглого стола, архитекторы и культурологи окунутся в проблематику эстетики архитектуры XXI века, рассмотреть ее художественные стороны, пригласили студентов творческих специальностей. Спикеры, эксперты в своей сфере помогали воспринять архитектуру комплексно. Есть же в античности некоторое распределение искусств, чтобы понять все это иерархии. Ведь мать искусства – это архитектура, ну а что еще там, по-моему, четыре было основных видов искусства, там, условно, музыка, скульптура. Все виды были… Да, вот перечислили просто, чтобы понять. В процессе обсуждения поднимались вопросы сохранности в новейшей архитектуре традиционных композиционных категорий, возможность развития архитектуры в условиях тотальной цифровизации и наличия художественного потенциала в новейшей архитектуре. Марина Василевская, Ирина Суконкина, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok